Господи, Благослови, давайте я сначала, прежде вопросов, пару слов скажу, вот у всех православных есть такая проблема, особенно кто старается научиться молитве внимательнее, всегда никак не может ум остановиться на одной личности, на одной теме, на одной мысли, ум всегда блуждает, мы хотим, а он все время убегает, иногда это доходит даже до таких моментов отчаяния, разочарования и кажется иногда, что даже это никогда не получится и некоторые люди после вот этой отчаянной мысли даже бросают и занимаются просто внешними трудами им кажется, что внутренне никогда не получится а Господь Евангелие говорит, что Он призывает нас именно к внутреннему ощущению, потому что без внутреннего ощущения невозможно совершенство как это может произойти? для тех, кто конечно с этим не встречался, для них это просто вообще вещи непонимаемые вот иногда бывает так, что стоит перед тобой тысячи человек, тысячи разных личностей с сопутствующими описаниями, приметами, каждый со своим внутренним миром, которые каждая личность несет информацию о самом себе но вот бывает иногда так, что вот в этой тысячной толпе ты вдруг выхватываешь взглядом, знакомый взгляд взгляд, который тебе дорог и в этот момент вдруг вот эти 999 человек перестают существовать для тебя они сначала просто каким-то параллельным фоном идут а потом вообще их нет ты только смотришь глаза в глаза вот этой личности которую ты видишь но чтобы произошла вот такая встреча эта личность для тебя должна быть очень дорогой очень знакомой, очень близкой человек все забывает он теряет даже чувство времени иногда он теряет чувство пространства он вообще не понимает, где он находится если вот он вдруг встретил вот в мельтешении этих личностей глаз, лиц вдруг он встретил ту одну личность, те глаза, которые которые очень-очень дороги ему но нужно, чтобы эта личность была для тебя знакома, дорога чтобы у тебя с ней было очень много связано только так это может произойти есть такое выражение, которое произнес когда-то Ян Кронштадтский которое потом наше монашество приняло приняло в некоторой степени не поняв, может быть, сути этого этого высказывания поэтому они его исказили Иоанн Кронштадтский когда-то сказал от своего личного опыта от вот этой своей личной встречи имя Божие есть Бог тот, кто не переживал это опытно не понимает этой вещи и начинает привносить в это слово Иоанна Кронштадтского свое измышление, свое понятие искривленным умом и начинаются ошибки кто-то начинает воевать против этого высказывания кто-то начинает, наоборот, его доказывать искривленно, неправильно понимая отчасти или искаженно Иоанн Кронштадтский не мог сказать глупость он не мог сказать неправду если он так сказал значит так оно и есть но нам нужно его понять, о чем он сказал когда человек занимается Иисусовой молитвой и старается ее творить внимательно пока эта молитва не находит сердечного места она у человека не получается внимательной потому что пока он направлен вовне он постоянно рассеивается в расширении когда он направлен в сердце, он сосредотачивается и чем глубже он в сердце входит, тем он сосредотачивается больше и больше расширение сужается и сужается на одной определенной точке на имени Божьей на имени Божьем потому что человек произносит это имя Господи Иисусе Христе Иисусе Христе Иисусе Христе, помилуй меня и вот в какой-то момент это происходит не от усилий человека не от его технических моментов усердия а это происходит по благодати Божьей за усердие за человека, за терпение, за смирение вдруг имя Божие из формы имени переходит в форму личности и Господь начинает переживать слово Иисус не как имя а как самого Христа Он только сказал Иисусе и Он уже переживает ни слова ни лингвистическую форму Он переживает сразу личность Господи и уже Господи поэтому тут не нужна длинная молитва тут отступают споры о скором или медленном произношении потому что человек выходит в сферу Бога в которой Бог находится вне времени вне пространства и вне всякой формы Богу не нужна форма Его совершенство не нуждается в форме и человек начинает форма всегда усложняет форма имеет описание имеет сопутствующие элементы а Бог не нуждается в сопутствующем Он совершенное существо и в своем совершенстве совершенно простое о нем не нужно говорить долго и много Бог есть Бог как вспышка молнии которые не нуждаются в сопутствующих описаниях сложностей и когда Бог начинает проявляться сам в сердце человека в Иисусовой молитве то вся сложность останавливается и становится все очень просто очень коротко и очень понятно это тот момент когда ты встретился с ним глаза в глаза и ты уже не оцениваешь его рост его приметы ты оцениваешь его как личность вот одним впечатлением ваши взгляды встретились и кроме этих взглядов нет даже его внешней формы ты его переживаешь уже эту личность не в форме а саму суть его но чтобы так встретиться с Богом и чтобы остановились ваши помыслы мысли, сложность ума придется потерпеть несовершенную молитву придется потерпеть ту молитву в которой нет Бога как личности есть Бог как идея как ваша жажда как ваше искание но как личности еще его нет это естественно вот просто примите это как фундаментальное понятие не потерпев этого периода нельзя сразу встретиться и еще знаете есть один важный момент вот много говорят о прелести вот как раз тогда прелести бывает когда человек спешит и хочет ускорить этот процесс он хочет достичь Бога без терпения без креста без понуждения и тогда он ускоряет этот процесс но он ускорять начинает своими силами а так как он это ускоряет своими силами силами своей души то он начинает сам себе творить Бога это Бог не истинный это не тот Бог который на самом деле а это начинается начинает вырастать иллюзия фантазия ваша собственная а так как каждый из нас поражен грехом каждый из нас в большей и меньшей степени то в этом нашем творчестве невольно начинает присутствовать сопутствовать нам наш грех и поэтому мы начинаем творить себе Бога вот с нашим примешивая туда с нашу греховно искаженную природу и этот Бог становится Богом с маленькой буквы уродливым Богом башком языческим башком сколько человечество на протяжении всей своей истории творило себе идолов это вот как раз тот случай когда я говорю когда человек не хочет потерпеть чтобы Бог ему открылся а он торопит время и сам себе начинает ускорять творить выдумывать тут же сатана ему помогает сотворить себе кумира Господи Иисусе Христе чтобы достичь умной сердечной молитвы очень-очень-очень много придется говорить устной молитвы некоторые говорят это бесполезное дело у меня нет внимания я говорю устной молитвы как будто воздух сотрясает да не неправда даже если у вас нет внимания но у вас же есть понимание ради кого вы это делаете понуждаетесь вот сейчас у вас еще нет искусства нет привычки но вы понуждаетесь на все это ради Христа и почему все это в сторону его да несовершенно еще плохо получается но это период нужно пройти искусство терпения искусство понимания самого себя насколько ты несовершенна я не 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 ничего не ничего д